Театр комедии Театр комедии Театр комедии Театр комедии Театр комедии Это некогда было просто шедевром, собственно говоря, осталось оно и до сих пор, но тогда это собиралось столько зрителей, это было блестяще. Вот я думаю, это будет очень приятно. Еще есть один подарок, это уже другая несколько история. Мне удалось встретить очень интересного человека, называется он Малец Питерский. Питерский, да. Ты знаешь этот человек, да? Да, знаю, знаю этот человек. Просто буквально три истории. Они про вас, я так понимаю. Да, конечно, естественно. Я никому из вас не должен. Я ведь такой могу отдать. Замечательная история. Или вот, например. А по задумчивым лицам моих сограждан все время проносятся мысли о чем-то важном. Нет на свете печальной повести о внезапно потерянной совести. Я тоже хочу, чтобы это было в музее, потому что тут хорошие есть образцы юмора. И они в достаточной степени Петербургские. Я вообще хотел сказать, вот когда вы начали эту тему, Валерий, я хотел сказать, что вот наши питерские артисты, дорогие друзья, они даже и авторов читают наших питерских. Безусловно, да. Валерий, пожалуйста, проходите, занимайте, выбирайте место. Ничего, что я вас не разыграл. Вам сегодня будет очень тяжело. Это я знаю. Да, я знаю. Да, знаете. Я готов. Да. Я готов. Итак, я ушел. Да. Дорогие друзья, я открою вам маленький секрет, почему сегодня Валерию Никитенко будет очень тяжело. Потому что тяжело играть против родственников. Тяжело играть против брата и сестры. Итак, встречайте, заслуженная артистка России, актриса театра имени Веры Федоровны Кемисаржевской, Елена Симонова. Так, с гитарой, я так понимаю. Да, там точно есть гитара? Там гитара. Потому что я иногда знаю, что бывает так, что у меня есть люди, которые ходят, а чехол... Нет, держи, это мой подарок тебе. Что, гитара-подарок? Ну, сюрприз, связанный с гитарой. Господи, я просто играть не умею, Елена, поэтому... Нет, у меня есть розыгрыш. Так, да. Значит так, веришь ли ты, Сережа, что в связи с тем, что вот у меня такая, ну, достаточно известная фамилия Симонова, с начала моего поступления в театральный институт мне постоянно задавали вопрос, связанный с фамилией. Не, значит, не сестра ли я Евгения Симонова, не дочка ли, не внучка ли Николая Симонова. Так вот, я не являюсь внучкой Николая Симонова, я являюсь внучкой Николая Черкасова. Я в это должен поверить? Я не верю. И правильно делаешь, потому что я никакого отношения не имею к Черкасову, но я имею отношение к театральной династии знаменитого Трагика Орленева, который работал в Амхате. Слушай, как все-таки вот в одной фамилии, а столько других фамилий сокрыто? Ну, на самом деле мой сюрприз таков, что ты, конечно, думаешь еще один розыгрыш, думаешь, что я сейчас буду петь, играть. Да, да, думаю. Ну, напрасно, потому что я не умею играть на гитаре. Совершенно замечательно играет на гитаре мой брат Алексей, который тоже имеет отношение к Династии Орленева. Да, он сейчас выйдет и споет. То есть я тогда... А я просто ношу за ним гитару. Я тогда просто беру гитару и встречаю брата Алексея Симона. Леночка, там Валерий уже просто ждет, не дождется, кто же сегодня против него будет играть. Даже не знаю, какую руку взять, то ли в правую, то ли в левую. Итак, встречайте Алексей Симонов, артист театра и кино. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, честно скажу, тяжело у тебя гитара. На, держи. Так зачем ты взял? Я говорю, сестра у меня носит. Я же должен помочь девушке. Значит, в 1988, по-моему, году режиссер Наум Бирман снимал фильм по Арастану Сиронда Бержера. Ты знаешь Сиронда Бержера. Да, да, да. Нос, вот это все. Стихи, поэзия. Играл, если не ошибаюсь, артист московский Гали. И вот веришь ли ты, что в одном эпизоде, из-за того, что артист, в общем, не пришел, ну, Москва, Питер снимали, это здесь. Не доехал, я бы сказал так. Мне пришлось, вот с моим носом, своим лицом, пришлось сыграть Сиронда Бержерака. Ну, там же наклеивали нос. Сиронда Бержерак, вот ты веришь? Ну, знаешь, я верю, потому что я слышал, что вот когда голливудские артисты снимаются, им нужно сняться в какой-то такой неприличной сцене, то обычно у них дублер. Я не ожидал, что ты поверишь. Ничего. В доказательство даже понес фотографию меня загримированного. Сироно? Сиронда Бержерака. Там был момент примирения с Кристианом. Спина так там моя. Слушай, вот сейчас нам нужно уже идти за игровой столб Лев-клуба. Я так вот не очень понимаю, кто гитару понесет. Ну ладно, я понесу. Я проиграл? То есть уже. Да какая разница, выиграл, проиграл, это же все. Бери гитару, пошли. Итак, друзья, за нами. Даматрев. Даматрев. Восемь. Трев. А это Туз. О, ваша карта. Со мной старшая карта. Дело было в августе. Надо сказать пару слов, что я с детства люблю делать все своими руками. Валерий тоже любит. Да, и очень многое дело. Но в основном по хозяйству. Я на бытовом уровне, а вы? Я еще ниже. Я там розеточку прикрутить. Или водопроводик там поправить. Ну, понимаешь, прокладочки поменять, то все. Ну, я это в какой-то степени развил со временем, с годами. Вот. Значит, ситуация такая. Сестра моей жены, значит, она одинокая женщина, и сказала, что вот она хочет там поменять водопровод. А я был свободен. Как раз у меня был перерыв, работы так не было. И я думаю, я говорю, ну что ты будешь деньги тратить? Знаешь, сколько сейчас стоит? Давай я тебе приду и все сделаю. Материалы купим все. Ну, а я уже все это смонтирую и сделаю. И, значит, и в один день, значит, я заезжаю. И только я начинаю, довольно счастливый, в хорошем настроении. Беру кран, значит, чуть-чуть его ключик, вот таким ключиком, чуть-чуть его пынул, и вдруг кран так спокойно отходит. И вот эта вся вода, холодная, слава богу, вот просто льется на меня. В тебя. А это третий этаж, это третий этаж, и цветы льются в меня огромным просто потоком. Ну, я достаточно быстро сориентировался, потому что я думал, а что делать? Она же... Что делать? Там этот кран, я как-то раз эту штучку открутил, остатки крана. У меня вот торчит эта пипочка, и там вот резьба. И я быстро, а что сделать? Заткнуть? Мне нечем, у меня там некронов вот не было. Я быстренько придумал такую вещь, присоединил, знаешь, шланг длинный и резьба. И я быстренько где-то минуты, наверное, в две я успел. Сбегал, прикрутил, закрутил, а его туда, в раковину. В ванную, значит, в раковину, без накопления. Сразу туда сунул, и, значит, вода уже стекала туда. И я думаю, что мне дальше делать? Мне бы сейчас кран поставить нормальный. Я знаю где, я сейчас езжу, куплю, у меня машина там под окном. Но я уйти не могу, мало ли чего, вода течет, все такое там. Я звоню своему другу, артисту. Не буду называть фамилию. Тоже водопроводчик. Нет, достаточно известный артист. Известный вообще, мягко говоря, на уровне Союза. Я думаю, что знают его очень многие. Звоню ему и говорю, вот такое дело. Ты можешь время есть, приедь, посиди, а я съезжу за кранами. Ударение выдает профессионалов. Да, и краны, и краны, и вентили. Да, 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 поехали. Вот. Ну, он там говорит, ну, посижу, ты пиво давай, только я возьму с собой, буду хоть сидеть там пиво пить. Он приехал через какое-то время, привез краны, а дальше кран-то надо менять. Я говорю, значит, так, делаем под давлением, смотри. Я говорю, отвинчиваю быстро, точнее, ты отвинчиваешь трубу, раз ее сразу, а я сразу краном, и дыть, дыть, скорее ее завинчиваю. Я говорю, раздевайся. Ну, чтобы он мокрым не будет. Ну, конечно, я говорю, ты пойми, сейчас тоже у тебя же с бронзбой-то. И вот я в трусах, он в трусах, в чужой квартире, вот. И вот когда мы это дело делали, и как раз вот мы эту операцию сделали, и тут звонок. В дверь. Да. А я, кстати, тоже был чуть-чуть, я снял, кажется, в рекламе, и вот ее все время крутили. И вот, значит, я открываю дверь, стоит человек, незнакомый мне абсолютно. Абсолютно. Я так понимаю, сосед. Судя по лицу, сосед. И говорит, а что там, он уже понимает, что, значит, кто-то посторонний совершенно четко, он же знает, наверное, соседей. Говорит, а у нас там течет. Я говорю, все в порядке. И тут, значит, выходит еще мой друг оттуда. И говорит, что там, нормально все, что? Вот тут. Мужик вот так раз. И так, ага. Вот же, его-то он точно узнал. Он так, ага. И пошел. В общем, пока я потом там крутил краны, на остальные звонки уже открывал он. А их было пять или шесть. Самое-то интересное, что когда приехала, пришла уже, значит, вот хозяйка, и я ей говорю, что вот тут приходили соседи, такие и такие. А они говорят, подожди, а эти-то сверху? Эти-то чего? Потому что мы поняли, что остальные, где первые, остальные, наверное, весь этаж, весь подъезд ходил на экскурсию смотреть. Там, смотри, там эта дверь открывает. Иди, смотри. В трусах, в трусах, что-то происходило. Вот такая была история. Веришь или нет? Ну, думаю, что это правда. Сейчас. Это неправда. Это неправда. Света, что? Десятка. Десятка. Восьмерка. Нет, это раз. Семерка. Лена, у тебя самая старшая карта. У меня двое детей. Сын Федор и дочка Арсения. Не верю. Значит, когда мне Феде было 7 лет, он пошел и сказал, мама, значит, так, по-моему, во втором классе он бы сказал, я хочу играть на баяне. Я говорю, я больше тебя никуда не поведу. Я во всякие кружки его одел в детстве, мне это надоело. Говорю, иди сам устраивайся. Он действительно пошел сам, устроился. Баян. На баяне. Неделю назад он потерял дневник музыкальный. Я как бы говорю, где ты мог его деть, чтобы я посмотрела, какие оценки. Нет, нет, он не знаю где. И вот в очередной раз, значит, я надеваю на него пуховик и чувствую, что в рукаве что-то жесткое. И понимаешь, что это скрученный в рукав дневник, да? Я говорю, Федя, откуда дневник? Он говорит, а, я думаю, что мне тут жестко все время. А он так всовывал и ходил совершенно спокойно. Он вот такой у меня был мальчик. Я нахожу дневник, открываю, и там сплошные двойки. Я говорю, значит, так. И начинается. Я говорю, как же так это может быть? Я мучаюсь, значит, без конца. Да, трачу деньги на музыкальную школу, покупаю тебе баян. Мы с бабушкой с утра до вечера выносим эти звуки. А вот что мы имеем? И ругаюсь. А мама моя, она такая, очень тоже пережитка, когда я начинаю, значит, опекать. Она говорит, доча, не ругай, не ругай. У нас никогда в семье не было музыкантов. На осенние не растут апельсины. Доча, не надо. И закрывает опять. Потом пирает. Доча, на осенние не растут апельсины. Не надо. Зачем мучить ребенка? Наутро лежит такая бумажка, на которой, значит, написано завещание. Где он пишет, значит. Я, Федор, значит, Бычков, завещаю все свои, там, игрушки, кассеты. Потому что, кассеты, все любимую музыку, там, брату Денису, своей сестре Асе, свинку. Она очень ее любила. Какая там, там, грустная свинка. То есть, такое откровение. И в конце, значит, ПС. Ася – это апельсин на осенне, а я – тухлое яблоко. И место ему в компостной яме. Ну, и написал Федор Бычков. Вот. Так вот, веришь ли ты, Леша, что самое, как бы, видимо, дорогое, потому что он тебя очень любил, он завещал тебе. Баян, то есть. Точно. Я верю. Правильно не делаешь. Это правда? Баян, тебе? Да, конечно, конечно. 2-0 пока, 2-0-0. Это я могу сделать. Надо брать большую карту, но я думаю, что мы в любом случае шестерочка. Вот. Шестерочка здесь, десяточка. Шестерка – это у нас фант. Такой фант неожиданный, потому что на шестерку нужно либо рассказать анекдоты, либо спеть песни, либо прочитать стихи. Не зря же я несла гитару, скажи мне, пожалуйста. Я же не зря таскаюсь за ним. Может быть, он исполнит его фант. Нет, нет, нет. Он подыграет, а ты споешь, да, Лена? Нет, давайте мы вместе. А давайте вместе. А ты знаешь, что он никогда со мной не пел. Я сейчас так понимаю, чтобы мы проверим, растут ли апельсины на осидах. Да-да-да. Проверим этот мамин. Мамин, да. Ой, телега ты моя, В дребезги разбитая, Ты куда везешь меня, Всеми позабытая? Мой коняга так устал. Дальняя дорога, лишь колокольчик все звучал, Переливом трогая. Эй, веселенькая. Диги-диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Ночь прошла, встает рассвет, Словно путь недлинный, И звучит его сонет, Музыкой старинной. Рысью конь мой поскакал, Даляняя дорога. Лишь колокольчик все звучал, Переливом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, Диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Спасибо. Алексей и Елена Симонова. Да, ну. И Валерий Никитенко. Примкнувший. Бэк-вокал, бэк-вокал. Бэк-вокал. Значит, Леночка, 1987 год. Кастроли Академического театра комедии имени Акимова в городе Ташкенте. Алайский рынок, солнце, плюс 40. И мы, вот наш квартет капустный был выслан, так сказать, таким передовым отрядом для того, чтобы познакомить с театром людей. И мы, так сказать, в рамках общественного знания пять дней совершенно замечательно рассказывали про наш театр. Пели диги-диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. И даже пережили, так сказать, небольшое землетрясение. В момент выступления это было очень занятно, потому что вдруг нам показалось, что это настолько нас так хорошо приняли. И все такое оказалось, что 4,5 балла было. И, так сказать, это все не заметили. Ну и, значит, когда вся эта история закончилась, и вот-вот коллектив родной должен был уже прибыть, так сказать, в Узбекистан, мы собрались на такое летучее совещание. И Леонид Ильич Леонидов сказал, ребята, надо что-то как-то зарабатывать деньги, потому что жены нас просто не поймут, если мы не... И мы, значит, Леве, который, Лев Максович Милиндер, человек, который был представительный и все такое, сказали, Лева, надо какую-то халтуру. Он сказал, хорошо, я попробую. В общем, через 5 дней в гостинице собралось летучее совещание, и он сказал, есть, очень денежная история, нам надо будет поработать всего 8 дней. Но эти 8 дней мы должны поработать, здесь я сделал паузу, в парикмахерских. 40 минут выступления в парикмахерской, их будет, наверное, штук, так сказать, 20 выступлений в день, вот, но нужно достать аккордеон, потому что нет, короче, я, говорит, уже договорился с аккордеонистом, сказал Лева. В общем, первое выступление, это был шок, как для посетителей парикмахерской, так и для нас. То есть, вы во время действий для вывода импели, да? Да, добрый день, вот, у вас начались гастроли, я думаю, что такое, в чем-то, в чем-то, в чем-то, короче говоря, потом мы научились, как говорил Лева, держать удар. И где-то на седьмой парикмахерской мы как-то так сказать, ну, абсолютно не замечали, что происходит, что-то из себя раз, два, ай, а, ну, все. Мы, конечно, в каждой парикмахерской болели, что кто-то зайдет из коллег, еще, не дай бог, из руководства. Короче говоря, вся эта история закончилась, и мы получили, каждый получил грамоту за обслуживание, значит, вот, посетителей предприятия коммунального хозяйства. Эта гра, вот, это для меня очень дорога, потому что она воскрешает в памяти совершенно замечательное время, когда вот наш, эта четверка наша, очень такая дружная и замечательная по-человечески. Сейчас у меня есть такой небольшой опыт, но в парикмахерской... Когда надо держать удар, да? Когда надо, да, но в парикмахерской это вообще... Но в парикмахерской нет, ну, не верю. Это правда. Вот если бы ты послушалась меня... Правда, да, но... Хочется рассказать уже, что... Туз! Вот сейчас все, видишь. И придется рассказывать валет. Я была недалеко от 87-го года это происходило, года на два пораньше. Я училась в театральном институте нашем, значит, у Рубана Сергеевича Агамерзяна, и у нас, вот, первый, по-моему, это был курс, и мы делали такие, помните, я не знаю, вы же наш институт заканчивали, да? Нет, но я тоже делал эти... Да. Ну, эти, знаете, такие, на расслабление, на то, чтобы мы как бы раскрепостились, и мы очень любили, допустим, играть, вот, шли по Невскому, у нас была такая игра в «Заело». Ну, кто-то говорил, что ты говорила, «Заело», и ты повторил эту фразу, а народ, мимо проходящий, в общем, на тебя смотрел и немножко шарахались. И вот надо было преодолеть этот страх и стоять там два часа, говорить, а вот я тебе, а вот я тебе, а вот, ну, или какой-то, ну, на чем заело. А ты не играл, Леша, судя по твоему лицу. Нет. Более серьезно играл. Ну, мы с моим однокурсником, ныне, значит, художественным руководителем театра «Особняк» Митей Поднозовым, делали всякие этюды в институте, и мы были где-то в гостях, в Купчино, и тоже там тоже переодевались. В общем, так оказалось, что Митя был одет, значит, в юбку мою, цыганскую, значит, дальше у него был плащ, голые ноги, ботинки. Дипломат, он всегда ходил почему-то с дипломатом, хотя он был студентом, юным. Для солидности. Наверное, да. И он повязал еще платок. Типа, как бы он женщина. А я шла в его брюках, ну, достаточно нормально. И рядом со мной была еще тоже подруга, которая не имела к театральному ситуации отношений, ну, просто мы к ней у нее были в гостях. И это было поздно, мы возвращались где-то уже в первом часу ночи. Шли мы, значит, в Купчино. Это было Купчино, мой родной район, где мы родились с Алексеем. И, значит, и вдруг Митя, говорит, ну, стал подходить, ну, из-за своего вида стал подходить по прохожим и спрашивает, как пройти библиотеку. Нам показалось это очень смешным, забавным. Ну, фильм-то был. Да, тем более, что... Операции там все помнят. И вот он подходил, кто-то смеялся. Ну, редкие были, конечно, люди. В час ночи. В час ночи, да. И идет такая подвыпившая, а мы при этом, значит, чтобы усугубить нам такой этот интерес, с подругой подходили к людям и говорили, ой, вы знаете, это сумасшедший. Ну, как бы, и нам казалось это очень забавно. Идет подвыпившая пара, идут они, значит, и Митя подходит и тоже спрашивает, как пройти библиотеку. И мужчина, ничего как бы не понят, начинает ему рассказывать, что типа надо сесть. Причем в час ночи, но при этом он очень четко рассказал, на какой маршрут ему надо сесть, куда идти, куда пересесть, и как доехать до центра города. Видимо, он имел центральную библиотеку в виду. Почему-то. Публичную. А мы, да, публичную библиотеку. А мы подошли, там женщина уже еще была. И мы стали говорить, вы знаете, по-моему, это сумасшедший. И она ему тоже так смотрит, значит, на Митю, улыбается и говорит, Вася, Вася, ну что ты, ты, ну, ребята смеются, смеются, парень, мол, разыгрывает тебя. И вдруг, значит, он поворачивается. Вася. Вася, да. И говорит, а Митя так уже пошел и говорит, нет, Галя, это не сумасшедший, это американский шпион. Мы немножко как-то так удивились, а Митя, это слышал, краймох, потому что все недалеко проходило, он сел под кустик, тут недалеко открыл дипломат, и стал говорить, пи-пи, пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи, гудзон, гудзон, я Нева, передаю координаты. Ну, это ужасно было смешно, мы хохотали, давили со смеху, значит, а им почему-то стало очень серьезно этой паре. А, значит, эти были услышали такие позывные, пи-пи, да. Значит, и он ей говорит, значит, так, Галя. Девочки, он как бы думает, что мы тоже не имеем отношения к этой истории, говорит, значит, так, девочки, вы давайте его отвлекайте, задерживайте, а я сейчас быстро в милицию позову. Вот такие, как они, кровь, значит, ловит наших детей и выкачивает у них кровь, ворует. В общем, связь я не поняла, но он был выпивший, короче, что-то ужасно страшное было. И, значит, и Митя пошел дальше, и действительно, значит, он куда-то исчез, а мы идем за Митей, и женщина все говорит, подождите, подождите, мужчина, я вам все расскажу, где библиотека. А Митя все идет, значит, с дипломатом, и все смешно, и говорит, пи-пи-пи-пи, вот передает какую-то ерунду. И я уже говорю, Митя, уже там, я оторвалась от этой женщины, и говорю, Митя, давай-ка лучше припустим, потому что дядька побежал в милицию, давай-ка уже бежать. Ну и Митя, значит, мы тихонечко начинаем бежать. И вдруг, когда мы побежали, женщина вот так встала, посередине улицы, и сказала, люди, люди, здесь наших детей воруют, у них кровь пьют. Это было, люди стали открывать дверь ночью, открывая дверь, значит, окна, спрашивают, кто, что, да вот такие ловят, значит, убивают. Они говорят, Митя, бежим! И Митя, значит, бежит, я за ним, уже подруга где-то отстала, эта женщина за нами. Значит, ну мы как-то дворами-дворами, там детский сад, раньше не было таких заборов больших, а были такие маленькие, короткие заборы такие. Можно было перепрыгивать. Да-да-да. И мы, значит, очень быстро бежим, и я говорю, бежим, Митя, уже нас уже никакого смеха, уже трясет. И только мы, значит, перепрыгиваем этот забор, он перепрыгивает, я перепрыгиваю. И вдруг, значит, два милиционера берут Митю меня и говорят так, стоп, все, пройдемте в отделение. Оперативненько. Это такая доля секунды. Почему мы оказываемся... Тогда можно их ночью не встретить три года, а тут сходу... Это, видимо, действительно, слово «американский шпион» произвело какое-то неизгладимое впечатление. Товарищ, нас привели в милицию. И, в общем, если бы Митя, папа, не оказался... Он в Репино был зав. милиции. Мы пытались объяснить, что мы артисты, студенты, что это шутка. Насколько шутки. Особенно этот мужчина, да. Мы сейчас вам пошутим. И все. Я не знаю, что было бы с нами. А так нас как-то по звонку приехал папа и нас... Так вот, верите ли вы, что была такая ситуация? Яночка, ты понимаешь, поразительная психологическая борьба идет у меня. Я воспонимаю. Дело в том, что, с одной стороны, колоссальное количество деталей от высоты заборов Купчина до практически, так сказать, вот этих людей, которые и пи-пи, и вот это гудзон. Короче говоря, я, ты человек очень... Я верю, ты человек правдивый. Вык обидно. Обидно. Ну уж больно нереальная ситуация была. Не так искренне надо, не так искренне. Да, она очень искренне. Надо немножечко где-то... Я возьму... Десятка. Десятка. Дама. Балет. 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 Так. Хорошо. Ну что, Валерий, кому в прошлый раз рассказывали? Теперь Лене. Лене надо сказать, да? Наверное. Нет, мы же мне рассказывали. Два-два, нет. Тогда Леша. Да, теперь Леша, да. Значит, спектакль «Характеры» по произведениям Василия Макарча Шукшина, театр комедии «Вечерева». Я смотрелась. Вот, такой замечательный был спектакль, замечательный. Значит, помост огромный, да, и три огромных скамьи. Это как бы деревенский сход, где идут шибкие разговоры, споры, и идут истории шукшинские, совершенно замечательные и трогательные, и смешные всякие. Замечательные артисты играли, конечно же, начиная от Владимира Ускова, Елизавета Санна Уварова, это такие мэтры, комедии, зубры. Ну и, конечно, молодежь талантливая, как всегда. Такой клише, да? Ну вот, значит, и был у нас такой артист Олег Сергеевич Кононов, который играл вот рассказ, самый такой очень грустный и очень такой сердечный рассказ. В конце он говорил, что вот жизнь прожил, как песню спел. Жаль, а песня-то была хорошая, и такая за этим была действительно прожитая жизнь, печаль, тоска и так далее. Но у него была вставная челюсть. И когда он сказал, а песня-то была хорошая, челюсть покатилась, причем, как я уже сказал, этот повоз был достаточно в дырках, и она где-то так, и в дырочку, и нету. И, а дальше ему еще надо говорить, и он, значит, мы все, конечно же, тут же, кто-то сильно засмеялся, кто-то это. Сидел между нами баянист. Он играл всегда, так сказать, потому что там иногда песню кто-то запевал, да? И баянист, он перманентно бывал не совсем трезвым. Но он очень был такой театральный патриот. Вот что бы ни случилось, он грудью закрывал любую вообще какую-то странную историю. Для него это всегда было, он воспринял это как личную боль вообще. И когда он увидел, что эта челюсть провалилась, он уже встал и сказал, может, моя подойдет, я сейчас только пойду ее быстро выморю. Ему говорят, сиди ты, не надо. Короче говоря, едва его уняли, увели с этого повоза, так он хотел помочь. Вот, и, короче говоря, вот, значит, это печальная история. Нашли челюсть, дочь, да, несколько позже. Вот такая история. Вот, если бы пропол историю, я бы сказал, да. Но до конца, вот так, как всю историю, не верю. Правда. Это правда. Браво. Потрясающе. Правда, поэтому я поздравляю с выходом в финал. Нет, нет, но это был настоящий блефт. Это действительно, именно концовка, она, конечно, придумана. Ну, нет, нет. Да, да, да. Сейчас у нас борьба за ананас. Я думаю, что вот кто, кто, Леночка, карту. А, карту? Да. Валет? Валет. Опять. Валет, но красный валет старший. Ну, значит, ничья у нас. Нет, нет, красный, Лёш, твоя история решающая, да, решающая. За ананас. А что же я и такое... То есть, побеждаешь, выходишь в финал, проигрываешь, Лена выходит в финаль. В деревне у нас родственники, так сказать, по отцовской линии родственники остались ещё там, они жили. Это где-то в деревне Елховка, Сурский район, Ильяновская область, там вот такое место. А бабушка у нас работала на общей базе в своё время. И мы иногда имели то, что немногие дети тогда имели. То есть персики, виноград, ананасы, киви, ананас. И бабушка как-то говорит, давай мы пошлём туда ананас. В деревню. В деревню. И послали. По почве, но они долго лежат, она зелёный выбрала достаточно, она вот на общей базе тогда. Посылочку. И послали, посылки, наверное, послали ананас. И потом через какое-то время, вот письмо тётя Тамара пишет, та-та-та, та-та, что-то там, брожей, та-та. И в конце пишет, да, а цветок-то говорит, твой погиб. Посадили его в подвале. А он, к сожалению, сгнил. Вот. Не пошёл. Это вот наша тётя Тамара. Вот скажи мне, Леночка. Цветок. Веришь ты? Цветок. Вот так посадили, да? Вот так посадили. Вот землю, вот я не знаю, докуда. И поливали. И поливали, ждали, когда вырастут. А цветок-то зачат. Ты веришь или нет? Нет, я верю. Лен, сказал. Верь. И абсолютно правильно. Это правда, Леночка. Цветок отдаю тогда. Ну, конечно. Только не сажай, Лен, не сажай. Не буду. Его нужно съесть. А вот то, что останется, можно посадить. А вот теперь ещё одну семейную. Ну, что ж. Я доволен результатом. В финале против Валеры будет играть сестра. Лена, я тебя, в общем, ты же понимаешь, что я тебя просто выставил. Специально. Специально. Потому что я понял, что я против монстра не потяну. Леш, скажи честно. Сейчас вот у тебя ключи. Они на брелке? А у меня в курточке. Нет, ну на брелке, да? Ну, на такой. Знаешь, я тебе честно скажу, сейчас мода. Сейчас мода носить не на брелке, а вот в такой вот ключнице. Вот тут все ключи. От квартиры, от почтового ящика, от автомобиля. Очень хорошо. Я в автомобиле и тогда и повешу. Там у багажничка. Я домой приехал, открываю багажничек. А там все ключи. Вот такая вот ключница. А если кто-то будет спрашивать себя. И в финале, я так понимаю, что ты будешь подсказывать Лене, да? Ой, как позволится. Есть старый одесский анекдот, когда человек несет стенные часы на плечах. Один говорит, иди сюда, Штым. Я хотел тебе сказать, сейчас так часы не носят. Я такие. Значит, вот так и ты будешь говорить, что ключи сейчас так надо. Ну что ж, впереди у нас финал. Итак, дорогие друзья, сейчас в Блик-клубе начинается финальная игра. Валерий Никитенко против Елены Симонова. Валерий, вы в финал вышли первый, поэтому первый вопрос вам. Верите ли вы, что один из известных компьютерных вирусов носил очень симпатичное название «теща». Ну, наш российский компьютерный вирус, и он такое вот симпатичное название «теща». Не верю. Не верите и правильно делать, счет 1-0 в вашу пользу. Леночка, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что если мужчина не дарит женщине цветы, разбрасывает свои вещи, где попала дома, сидит перед телевизором с пивом из газеты, значит, вы та женщина, с которой ему действительно повезло. Верю. Верите, правильно, делаете действительно так. Валерий, вопрос вам. Вопрос такой. Верите ли вы, что американские ученые, изучающие атмосферу нашей планеты, с радостью сообщают, что озоновая дыра в атмосфере Земли затянулась, и на ее месте образовался озоновый рубец? Затянулась? Не верите, правильно, делаете. 2-1 в вашу пользу. Леночка, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что в Соединенных Штатах Америки, Леша, не подсказывай, действуют специальные курсы для женщин по обучению, умению скрывать от мужчин свои умственные и интеллектуальные способности? То есть есть специальные курсы, где можно дурочку научить, чтобы понравиться. Для блондинки, курсы для блондинок в Америке. Нет, не верю. Это действительно так. В Америке есть такие действительно специальные курсы, чтобы женщина в глазах мужчины выглядели немножко умнее. Как они называются? Я тебе столько про Америку рассказываю, а ты... Валерий, вопрос вам. Верите ли вы, что в Италии даже мороженое едят со знаменитым сыром пармезан? Не верю. Не верите, и правильно делаете. 3-1. Лен, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что в недалекие времена один из законов Британии запрещал попытку самоубийства, правда, наказанием за попытку нарушения закона была смертная казнь через повешение? Верю. Веришь, и правильно делаешь, действительно, в 1845 году в Британии были такие законы. Валерий, вопрос вам. Вопрос такой. Верите ли вы, что мужской храп выдуман природой для того, чтобы женщина не слишком огорчалась, что ее муж не пришел домой ночевать? То есть, иногда бывает так, что муж сильно храпит, что жену это немножко докучает, а так он не пришел домой, и она... По этой теории есть еще детский храп, конечно, не верю. Не верите, и правильно делать четыре дела, но просто не обмануть. Я вас по-всякому скажу. И никак. Лен, вопрос вам. Вопрос такой. Верите ли вы, что великий Уолл Дисней, создатель великого Микки Мауса, на самом деле очень боялся мышей? Как женщина. Нет, не верю. Действительно так. Боялся так. Боялся так. Что ты, представляете, что я делаю? А что ты не посмотришь? Ты же Америку знаешь хорошо. Ну, я-то знаю, а она-то нет. Ну, да, это вы поняли. Что-то к ней обращаешься. Я же сказал, что я буду полагаться на свою интуицию. Валерий, вопрос вам. Верите ли вы, что есть грамматическое правило, согласно которому исконно русские слова не начинаются на буква? То есть, я утверждаю, что вы сейчас не вспомните ни одного исконно русского слова на буква. Если вспомните, то, значит, естественно, опровергните. Я не верю. Не верите, и правильно делать еще становится 5-2 в вашу помощь, да? Лен? Да. Вопрос такой. У меня еще есть какие-то шансы. 5-2? Ну, маленькие еще остаются. Вопрос такой. Верите ли вы, что московские милиционеры, приезжающие в командировки на работу в другие города, очень часто удивляются, почему у жителей этих городов нет прописки и регистрации? Ну, они приезжают и думают, а почему у московской-то нет? Смотрят, у них питерская прописка. А почему у московской нет? Они приезжают... Да я в общем не верю я. Не веришь? Я правильно делаю. Что становится 5-3? Я все хотела сработать, а? Вопрос вам. Верите ли вы, что есть ли у человека золотые руки, то совершенно не важно, откуда они растут? Если они золотые, то действительно это не важно. Это действительно не важно. А сейчас становится 6-3, но просто не обманулась. Леночка, вопрос вам. Вопрос такой. Верите ли вы, что знаменитые венецианские карнавалы много-много лет назад начинались следующим образом. По канату над площадью шел заключенный тур. Если он доходил до конца, то год считался хорошим. Если не доходил, то год считался плохим, и карнавал практически закрывался. Кто шел по канату? Тур. Ну, житель Турина. Это же первая столица Италии. Турин. Турима. И так он шел над площадью. Заключенный, да? Шел, шел заключенный до баха. Нет, не верю. Это действительно так. Все венецианские карнавалы начинались таким образом. Потом на некоторое время просто сделали то, что уже по канату передвигалось мишень. А сейчас они опять вернулись. Вот последние годы венецианские карнавалы открывают. Так они еще там в тюрьму учат по канату ходить? По канату учат. Циркач открывает. Ага. Вот он начинает то, что идет по венецианскому карнавалу циркач. Они как бы вернулись к ситуации. Опять вернулись, как было раньше. К традиции. Но не к заключенным. А? Ну не к заключенным, конечно же. Ну что, Лена, за второе место я с большим удовольствием вручаю вот это вот тыквенное дерево. Ой, как красиво. Оказывается, тыквы маленькие растут на дереве. Ну что вы? Да, это вот как раз. И думаете, я верю? Я вижу, что нет. Я их наращу сама. Валерия, ну а в вашем доме, знаете, вот я знаю, что журчание фонтана, журчание фонтана, оно успокаивает. Поэтому в вашем доме теперь будет настоящий фонтан. То есть в нашем городе, в Санкт-Петербурге, благодаря вам, стало одним фонтаном больше. Спасибо. Хочется от лица. Спасибо. Нет, ну нет, можно сделать заявление. Нет, заявление такое. Вы как победитель можете сделать заявление. Мне было очень приятно соревноваться с такой замечательной родственной парой. И я просто, так сказать, считаю, что мне крупно повезло. Потому что все-таки вот ваши родственные, так сказать, узы, они позволили мне стать победителем. Спасибо вам большое. И я надеюсь, мы будем встречаться в этой жизни чаще. На самом деле, победителем вам помогла стать интуиция моей сестры. Ну а мне, собственно, добавить и представить тех, кто сегодня не играл в боли в клубе, потому что сегодня против семьи Симоновых в лице сестры Елены и брата Алексея играл Валерий Кулкетенко. Ну а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся до следующей субботы. Всего вам доброго. Суббота. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok